Новый рубеж настройки века. На Крымском мосту открыто движение грузовых автомобилей. Знаки ограничения были сняты в полночь. Проезд через переправу позволяет экономить не только время, вместо нескольких дней часы, но еще и деньги. Транспортным компаниям не нужно платить за паром, дешевле и быстрее будут доставляться на прилавки фермерские продукты. О событии, которого ждали на двух берегах, Виталий Катченко. Все, дождались мы открытия моста, пойдут фуры, гораздо быстрее будем добираться. Из Ялты в Воронеж менее чем за сутки. Раньше, только чтобы переправиться через Керченский пролив, уходил не один день. Во время штормов паромы приходилось ждать неделями. Позавчера я переправлялся, у меня заняло в 9 часов, я встал в отстойнике, купил билеты, переправился я в 4 вечера. Я опоздал на разгрузку, а через мост, я думаю, в течение получаса мы будем проходить пролив. То есть это существенно сократит сроки доставки, соответственно и стоимость. На стоимость повлияет очень сильно. Трассу А290 из Крыма в Краснодарский край обратно недаром называют дорогой жизни. Вы только посмотрите, какое количество грузовиков выстроилось в очередь для того, чтобы в числе первых проехать по Крымскому мосту. Очередь растянулась на несколько километров. А в принципе она наблюдается от Симферополя почти до самой Керчи, до автоподходов. И теперь дорога с одного на другой берег стала действительно ближе не только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, но и для вот таких большегрузов. Этого момента с нетерпением ждали по обе стороны Керченского пролива. Многие, как Андрей Шиянов, еще с минувшего четверга на полуостров привез строительные материалы на пароме, домой в Ставрополье и возвращается с крымскими фруктами и уже по мосту. Мужики честно не верятся. Раньше сутками стояли, ждали переправы. Сейчас вот реально 17-18 минут и мы на том берегу. Прекрасно. Мечта стала реальностью ровно в полночь. Все ограничения по проезду автомобилей с максимально разрешенной массой свыше 3,5 тонн сняли вместе с дорожными знаками. На Таманском берегу инспекторы ГИБДД предлагают дальнобойщикам Крымский мост попробовать на вкус, прежде чем по нему проехать. Товарищ водитель, приглашаю вас к столу угоститься тортиком Крымский мост. Украсив кабины воздушными шарами, грузовые потоки одновременно оттвинулись с обеих сторон. Покрытие идеальное. Пока вот душа поет, радуется. Вот самый волнительный момент. Въезжаем по Дарку. Вот пошли грузовики из Тамани на встречу. Посигналим, пусть простят нас ГИБДД. Навстречу из Краснодарского края Евгений везет продукты в крымские торговые сети. Вроде и море большое, и пролив немаленький. Мы буквально пересекаем это в считанные минуты. А дальше Феодосия, Симферополь, Севастополь. Евгений доставляет товары по маршруту строящейся трассы Таврида. Сейчас она двухполосная, из-за дорожных работ много заторов. Но к 2020 году ее расширят до четырех полос. Новый маршрут экономит не только время, но и деньги. Транспортировка фуры по морской переправе в обе стороны обходилась почти в 40 тысяч рублей. По мосту проезд бесплатный. Это большие деньги, которые грузоперевозчик отдавал за паромную переправу. Теперь эта стоимость перевозки будет убрана со стоимости фрактов. Теперь и доставка будет быстрее, и логистика будет совсем по-другому. И грузы будут доставляться правильно. Крымские фермеры рассчитывают, что вместе с открытием грузового движения по мосту откроются и новые рынки сбыта. Фрукты и овощи можно будет доставлять дешевле и точно в срок. Мы выращиваем свою продукцию. Мы не могли ее никуда сбыть. У нас она пропадала. Сейчас можем уже загружать фуры большие и отправлять на материк. С середины мая, когда было открыто движение над Керченским проливом, по мосту проехало более двух миллионов легковых машин и автобусов. Это гораздо больше, чем паромная переправа перевезла за весь 2017 год. Грузовой транспорт пустили сразу после окончания высокого курортного сезона, чтобы летом не перегружать дороги по обе стороны пролива. Параллельно автомобильному строится железнодорожный мост. Уже уложены первые километры путей, по которым уже в 2019-м в Крым и обратно пойдут пассажирские и грузовые составы. Виталий Каченко, Юрий Ламзин и Али Харачих. Первый канал. Крымский мост.